Я хочу пиццу. На машине туда ехать около 7 часов, а на самолете полтора часика. Мы начали ощущать турбулентность. Блин, я так хотел этого давно. Вот он, красавчик вообще, просто такой. А, так низко над деревьями. Нормально. Выходи, иди посуду мыть. Что-то за струвала хватило, да? Классно вообще. Взяли, сели, прилетели. И дети в школе, а родители развлекаются. Спасибо, до побачки. Спасибо, до побачки. Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Plane Ukraine. Меня зовут Виктор Михайлов. Это моя супруга Ольга Михайлова. Недавно она меня спросила, что ты там про свои самолеты рассказываешь? Расскажи мне-ка, покажи. Да, расскажи мне и покажи, что это такое. Поэтому сегодня как раз замечательный день для полетов. Мы решили пролететься. Еще не все курсанты вернулись с отдыхов. И поэтому самолет сегодня занят. Ой, свободен. По крайней мере, первую половину дня. Изначально была идея пролететься над Киевом. Но это как-то очень банально. И мы решили... Мне очень хотелось показать Оле, что самолет это транспорт. И мы решили полететь в Камнец-Подольский. На машине туда ехать около 7 часов. А на самолете полтора часика. И мы на месте. Поэтому дети пошли в школу? Да, дети пошли в школу. А мы поехали на аэродром. Вот она наша птичка. Оскар, браво, альфа. Сразу вопрос к инструкторам. А где? Где упоры для колес? Это, конечно, здорово, что он на стендочном тормозе. А упоры где? Ну-ну-ну. Обязательно по чек-листу проверяем самолет. Обязательно. Так, работаете. Киев-южный аэродром информация 126-150. Есть. Далее. Киев информация север 118-5. Так. Далее на 4000 футах запросить вход в контрольное воздушное пространство. Киев-радар 127-725. Угу. Далее работаете полностью под управлением гражданского сектора до посадки. И также вам для информации у нас в работе Белая церковь. Виху к Т-зону не входите. По вылету когда подскажете через ТПИ. Да, хорошо, спасибо. Так, все, условия на полет получены. На 10 минут мы сдвинули немножечко наше время вылета, чтобы мы спокойно могли подготовиться. И... и летс гоу, вперед! А мы набираем 8000 футов для чего? Для того, чтобы... Нам самый лучший ветер попутный. И нам так будет быстрее лететь. Чем выше мы забираемся, тем ниже плотность воздуха. И тем самолету тяжелее, скажем так, набирать высоту. А вот это наша скороподъемность. То есть это 5 умножаем на 100. 500 футов в минуту. Тут все в путах. И чем дальше мы поднимаемся, тем это наша вертикальная скорость, тем она ниже. Сейчас у нас уже больше 2 километров высота. Чем больше высота, тем, скажем так, это более безопасно, это быстрее, это удобнее. Мы сейчас вылетим уже, точнее, в контролируемом пространстве. Поэтому диспетчер нами управляет, говорит, что нам и когда нам нужно делать. Мой материнский инстинкт говорит мне, выходи иди посуду мыть. Что-то за штурмала хватило, да? У него получается, смотри, как ты из него дал чуть-чуть влево, дал ему крен. Это называется крен. И назад оставить. Да, его надо вернуть обратно, чтобы он летел прямо. А если ты просто делаешь крен и выровняешь, он будет лететь, вот как ты его оставил. А вот это вот идеальный курс. Вот это наш курс, 243. Вот выдерживая где-то там 240-245. Вниз это у нас вверх-вниз это тангаж называется. Вниз это пикирование, да, вот самолет пикирует. Вверх это кабрирование. И есть у нас крен. Крен это у нас лево-вправо, влевый крен, правый крен. Сейчас тебе немножечко чую, чуточку правый. Правый ведет, да? Возможно, чуть левее. Летим, наслаждаемся полетом. Как у тебя ощущения от полета? Отлично. Может откинуться назад, тебе так будет комфортней. А так лучше? Да. Прикольно штурвалить. Или рулить, или как это? Управлять самолетом. Пилотировать. Управлять самолетом. В полете ешь вообще что-нибудь или нет? Да, если есть что. Если что поесть, то я с удовольствием это делаю. Я хочу пиццу. Можно заказать? Можно. Можно заказать только по прилету. Так, наш самолет начинает снижение. Приземление в аэропорту Каменец-Подольский. Прикольно. Что, серьезно? Да. Мы сейчас уже летим, представляешь? Так ты же говорил, полтора ехать. Ну да, но мы постепенненько будем сейчас снижаться. Классно. Прикольно. Ливрейдер, униформ Ромео, Оскар-Браво, Альфа, от 5000 сит, ливенью зону. Спасибо. До побачья. Спасибо. До побачья. Да. Львов информация, униформ Ромео, Оскар-Браво, Альфа, добрый день. Львов информация, доброго дня. Направляемся согласно плана полета. Подходим к Вимкивцам. Далее с посадкой в Каменец-Подольском, униформ Ромео, Оскар-Браво, Альфа. Информирование, Оскар-Браво, Альфа. Информацию приняло, ПНХ 1.0.09. Подлетаем к Днестровскому каньону. Конечно, когда летели мы на высоте 5000, ой, не 5000, 8000 футов, то там, конечно, вообще атмосфера спокойная абсолютно. А сейчас уже ближе к где-то, наверное, 1000 с 4, но это даже не с высотой было связано больше, а с местом. То есть мы уже на подлете к Каменец-Подольскому мы начали ощущать турбулентность. То есть уже прогревается земля, ветерок. Вот, а сейчас, а сейчас мы пролетимся, блин, я так хотел этого давно. Пролетимся в Днестровском каньоне на безопасной высоте, все по правилам визуальных полетов, все как положено. Вот он, красавчик, вообще просто такой, высоченные такие. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, так низко над деревьями. Нормально. Капец, как низко. Это нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно притерли. Все, и освобождаем по РД-2 вместо стоянки. Ха, прикольно, прилетели в Каменец-Подольске. Да, прямо в Каменец-Подольске прилетели. Круто. Ну что, вот мы прилетели в Каменец-Подольске, и летели мы 2 часа, даже нет, не 2 часа, где-то 1 час 50. Расчет на время было 1,5, но мы решили сделать ответвление, точнее отклонение, девиацию от курса, и мы пролетелись еще над Хотинской крепостью, пролетелись в русле Днестра. Очень красиво, просто фантастически. Рекомендую всем, просто это кайф. Все, самолетик оставили и пошли. Как тебе вообще сам перелет? Вообще офигенский перелет, но только когда две камеры, вот я держала, смотрела в две камеры, тогда меня немножко так... Но у меня есть один мой личный лайфхак, меня укачивает, если я голодная. Вот, а я уже голодная. Значит надо идти срочно кушать. Это меня надо накормить, чтобы меня не укачало. Классно вообще, взяли, сели, прилетели. Дети в школе, родители развлекаются. Блин, короче, мы идем, и у нас улыбки не сходят с лиц. Потому что мы еще два, там, два с половиной часа еще там были на аэродроме, еще пару часов назад вообще проснулись только. А сейчас мы в Камец-Подольском. Здесь все по-другому. Здесь все очень как-то похоже на, ну вот, на Львов. То есть такие красивые здания. Сейчас мы не дошли до, до главной достопримечательности, до крепости. Вон ресторанчик. Сейчас пойдем где-то покушаем. Короче, блин, однозначно свобода. Авиация – это свобода. Это авиация – это свобода. Это 100%. Она открывает просто другие возможности. Ребята, теперь самое главное вообще, что мы сюда приезжали, самая главная достопримечательность, она прямо перед моим взором. Вон он, Диснеевский замок. В Украине прям красота. Это неприступная крепость, которую не смогли взять монголо-татары в 13 веке. Вот мы уже на территории, внутри. И здесь все пропитано стариной. Такое впечатление, как будто попал на тысячу лет назад. Далекое-далекое прошлое. Свежего хлебчика не бажаете? Бажаю свежего. Сидайте. Дякую. Поднялись на одну из башен. О-о-о. Замочек тут. Здесь замочек, дальше мы не пройдем. Это самый верх башни. Мы заказали премиальное такси в Каминец-Подольском. Приехал белый Мерседес. Мерседес Вито. Да, вот наш самолетик. Полетите сейчас? Да, полетим сейчас. А сколько стоит? А я не знаю. Мы полетели как бы этот... Это у нас транспорт такой. Мы сюда сегодня прилетели из Киева. И возвращаемся обратно, потому что это малая авиация. Она расширяет границы. Наш белый Мерседес. Вот, а вот наша птичка. Я назову ее птичка. Это ее имя. Поехали. Так, разгоним его вдоль полосы немножечко. Вот птички еще всякие. Нам не нужны. Все, и теперь идем в наборе. В наборе сразу будем левым выходить. Каминец-Подольский, прощай. Так, еще набираем немножечко деталь. Почти 800 наберем. Это будет наша высота. Руизная. Нормально или так себе? Не, нормально. Это я футболку поправляю. А, не, потому что там трясет все такое. Ну, это как эти аттракционы, знаешь, вот эти перепады. А, блин. Ты когда говоришь как аттракционы, я понимаю, что ты не любишь аттракционы. А есть такой филанс. Это тренажер для ягодиц. Раструшивает хорошо? Нет. Ребята, смотрите, есть такой лайфхак. У кого нету блютуса в гарнитуре, можно использовать AirPods. А можно даже двоим. Одному один, другому другой. Чтобы на одной волне музыку слушать. Ладно, так вот мы летим сейчас и слушаем разную интересную музыку. Надо захотелось сесть, решили погрызть орешков. Это у нас бортовое питание. Давай, значит, я капитан, а ты бортпроводник старший. Я правильно понимаю? Мне чистить тебе орехи? На тонкий намек. Все надо для особо тревожных ручку держаться. Что за штурвал, служебно не схватить. Я не понял. Так, выпускаем закрывочку. На прямой полосе 0.1, заход с посадкой нефору на Скорбраво Альфа. Скорбраво Альфа, полоса 0.1 свободна. Ветер 340 градусов, шесть, порыву 10. Посадка. Так, 340 градусов. Ну, это, в принципе, точка против. Ну, короче, против ветра мы садимся. Это хорошо. Вот эта, кстати, дорога, это как резервная взлетом ссорочная полоса военного аэродрома. Тут, обратите внимание... Это трасса к дороге, да? А, это, что вы говорите, посмотри, как она широченная. Я увидела, это электропровода, ну, линия электропередач на расстоянии стоит. Ну, правда, там есть и нюансы, там вот вышка стоит, вышка связи не так давно установлена, она вообще как бы там не в тему. Вот здесь заборчик, короче говоря. Слышите, я чашку показывал. Чашку, да. Да, вот этот, кто переборол этот страх заборчика. Да, вот так вот нежненько, нежненько, прям нежненько. Оскар Браво Альфа посадка разрешил руление с обратным курсом освобождение по РД-3 на заправку. По РД-3 на заправку, нефум ромя Оскар Браво Альфа. По-моему, я чашечку заслужила. А, да, ты тоже не боишься, да, заборчик? Нет. Все, на этом закончился наш полет. Едем обратно в Киев забирать детей из школы. Представляете, да, вот с утра отвезли, вечером забираем. И все это, да, и еще успели в Каменец-Подольский. Только что посмотрел по гуглу, сейчас вот с аэропорта получается ровно 6.15 ехать до Каменец-Подольского. А так, полтора часа, если по прямой, если не залетать. Шесть часов мы туда и обратно летали. За? За шесть туда погуляли, покушали. А, ну да, 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 да. И обратно. Вообще прекрасно просто, вообще. Будем теперь постоянно куда-нибудь летать. Все сидеть вместе. Это здорово, это классно. Это и есть смысл малой авиации. Малой авиации это транспорт. Можно сесть и перелететь в другое место и не ехать по дороге. В воздухе все намного безопасней, трафика меньше. Вот, сегодня что у нас было? Сегодня мы летели и туда и обратно в контролируемом воздушном пространстве. Летели в радаре. Туда на 8 тысячах футов, обратно на 9. Вообще никакой тряски. У земли, конечно, трясет прям конкретно, так как что можно на ремне повиснуть. Но на 9 тысячах футов просто шикарно вообще. Атмосфера спокойная, летишь и наслаждаешься красотой. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь, если вам понравилось это видео и ставьте лайк. Пока. Прощаемся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова